Итоги реализации программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных трассах в прошлом году и планы на текущий год стали главным вопросом заседания правительства Тверской области. Проводивший его губернатор Игорь Руденя отметил, что несмотря на достигнутые положительные результаты, еще есть немало возможностей для дальнейшего прогресса. За прошедшие годы объем строительства, реконструкции и ремонта автотрасс регионального и межмуниципального значения в Тверской области значительно увеличился. Со 112 километров в 2016 году до 391 в 2021. В частности, отремонтированы крупные участки региональных дорог, связывающих Тверь и Весегонск, Бежск и Кашин, Осташков с Оржевым и Волговерховьем, Торжок со Старицей и Осташковым и другие значимые направления. В прошлом году завершилась реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Дорожники ведут активную работу по приведению нормативного состояния и строительства дорог. Мы строим и ремонтируем мосты и мостовые переходы, которые были запланированы. Программа выполняется в сроке и тот объем финансирования, который у нас имеется, мы, конечно же, вкладываем в лучшие практики, в лучшие материалы, в качественную дорогу уже с повышенным гарантийным сроком. В 2022 году в планы включено уже 450 километров. В частности, завершится ремонт участка от Твери до Устюжны. Продолжит приводить в порядок направление от Стариц до границы с Московской областью, от Рамишек до Максатьхи, от Вышнего Волочка до Санкова, мост через реку Лочи под Ржевым и другие объекты. Приоритетными Игорь Рудене назвал направление, обеспечивающее реализацию инвестиционного потенциала региона, доступность учреждений здравоохранения и образования, а также туристические маршруты. То есть речь идет о кластере Волжское море и других знаковых объектах, которые имеют как минимум региональное значение. Это строительство больших объектов, которые нам повысят транспортную доступность для региона. Это западный мост, это сочетание с федеральными магистралями, в том числе с трассой М11, беженское направление, северный обход Твери, даст новый уже уровень транспортной доступности, что, соответственно, повысит инвестиционную привлекательность нашего региона. Кроме того, на заседании подведены итоги реализации в 2021 году проекта по ремонту проездов и пешеходных дорожек возле медицинских учреждений. В этом году данная работа будет продолжена. В частности, планируется привести в нормативное состояние прилегающие территории 14 учреждений здравоохранения. Среди них детская областная больница, региональный родильный дом, детская полиглинка номер один в Твери и другие организации. На заседании также одобрены изменения в госпрограмму развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области. В том числе они касаются роста объемов финансирования дорожных работ на 2022 и 2023 годы, благодаря расширению федеральной поддержки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова